Мы с Яшей сегодня идем в школу. Другие дети. Кто такие дети с аутизмом? Как они живут в нашей стране? И как могут сделать своих родителей счастливыми? Израильтянка Мария Дубова закончила работу над книгой «Мама Ау», в которой есть все ответы на эти вопросы. Вы смотрите программу «Израиль за неделю» и о культуре, точнее о литературе. Осенью 2020 года в Израиле пройдет презентация уникальной книги «Мама Ау», которая рассказывает о жизни одной маленькой, но очень сильной израильской семьи. В семье двое детей, у старшего мальчика аутизм. На обложке книги под названием «Есть пояснение, как ребенок с аутизмом научил нас быть счастливыми». Автор книги – писательница Мария Дубова, гость нашей студии. Мария, добрый вечер, Шавуатов. Добрый вечер. Во-первых, я поздравляю. Написать книгу в нашей современной жизни, найти время и вообще это сделать – это безусловный успех. И поздравляю с тем, что она наконец появится. Начнем с названия «Мама Ау». Почему такое название? Во-первых, непросто написать. Еще очень важно издать книгу, потому что мы все немножко писатели, но издать книгу в наше время тоже очень-очень непросто. «Мама Ау» – это потому что мама по первым буквам аутизм. «Мама Ау» – это я, мама Ау, собственно. Это я, мама ребенка с аутизмом, с которым я на протяжении всей своей жизни учусь общаться. Мы учимся понимать друг друга, мы учимся общаться друг с другом, мы учимся жить друг с другом. Поэтому есть ау, мама Ау. Как построена книга? То есть это какое-то документальное повествование, художественное? О чем вы пишете и какова была на самом деле, наверное, все-таки главная цель? Ну, это моды ныне, то, что называется. Это книга нон-фикшн, это книга о нашей жизни, начиная, наверное, от рождения, от того, как родился. Яша родился, вот, пожалуйста, обложка, это эскиз обложки, это еще не точная обложка, но примерно такая она будет. И повествование вот до 12 лет, до того, как он сейчас пошел в школу, специальную школу для детей аутистов. Но я очень много внимания уделяю родителям, чувствам, эмоциям, в моем случае мамы, папы. Я пишу о взаимодействиях сестры с братом, да, как взаимодействовать нейротипичный ребенок с ребенком с аутизмом. Я пишу... Цель, давайте все-таки вернемся к цели. Цель вот именно книги как проекта. Но обычно такая литература, она преследует какую-то, скажем, какую-то сверхзадачу. Я расскажу тогда, с чего все началось. Я поняла, понимаете, какую книгу не возьмешь про аутизм, про детей с аутизмом, да. В конце этот ребенок обязательно защищает докторскую степень и поступает в университет. Я понимаю, что это неправда, что нету такого. Что мой ребенок не поступит в университет и точно не защитит докторскую степень, хотя бы потому, что он с трудом разговаривает. И вот этот вот миф, который родились вокруг людей с аутизмом, мне очень хотелось бы немножко развинтить. Рассказать, что все не так, как нам кажется, что каждый аутист должен быть гением. Нет, не гений. Да, что каждый гений немножко аутист. Да нет же, каждый гений тоже не обязательно аутист. Понимаете, я как бы пишу о реальной жизни, о том, что действительно мы проживаем, когда в семье появляется ребенок с аутизмом. Что чувствует его сестра, что чувствует его отец. Я слышал неоднократно, на самом деле, что появление такого ребенка, это на самом деле такая граница, когда все разделяется в жизни на до и после этого. Это действительно так? Ну, я вам скажу, что, в принципе, наша жизнь разделяется на до детей и после детей. Да, и вообще вся жизнь. У нас есть, например, море с детьми и море без детей. Это два разных моря. Или отдых с детьми и отдых без детей. Это тоже два разных отдыха. Поэтому в данном случае мы как раз, как все, наверное. Но, в принципе, да, наша жизнь, в принципе, вот, например, жизнь Яши разделяется до того, как он заговорил, и после того, как он заговорил. В принципе, это сильный удар, и может быть удар, изначально это удар, да, в дальнейшем, спустя очень много лет, очень много этапов нужно пройти, чтобы понять, что это не только удар, но и какая-то частичка счастья, наверное. Это, кстати, еще один вопрос. Вы написали, очень многие люди, знаете, которые, ну, обычно, как правило, смотрят нас, допустим, там, в странах бывшего Советского Союза, в Украине, в Беларуси, в России, им кажется, что ребенок с синдромом с аутизмом, да, аутического спектра, это, в общем-то, переговор и конец всей жизни. Я знаю очень много семей, и вашу в том числе, и я понимаю, что на самом деле это все выглядит чуть-чуть не так. Книга написана в том числе для того, чтобы люди там понимали, что жизнь не заканчивается. Я вам скажу, это приговор вначале, но чтобы понять, что это не приговор, нужно пройти очень много этапов. Вот про эти этапы я и пишу. Это этап принятия, это этап любви, любви, которая, знаете, когда мы любим не за что-то, а не потому что, а вопреки, да, мы любим потому что, ну, потому что это мой ребенок. Вот не за то, что он там начал говорить, не за то, что он там считает, не за то, что он прочитал книгу, я не знаю, не за то, что поступил в университет, а мы любим просто потому что он есть. Вот когда проходишь все эти этапы, тогда начинаешь понимать, что это не трагедия. Но это очень долгий путь, очень непростой. Как раз вот об этом пути я и пишу. Яша, за жизнью которого я на самом деле и за вашей тоже слежу по Ютьюбу, у вас есть канал в Ютьюбе, называется «Мы дубовы». Да. Как он относится, там, скажем, к каналу в Ютьюбе, к вашим постоянным путешествиям, к этой книге? Ведь он же знает, что мама пишет книгу, написала. Скажем так, путешествие – это часть терапии для Яши. Путешествовать мы начали благодаря Яше. Ну, не путешествовать, а ходить в походы, да. Мы постоянно ходим в походы, потому что Яша был очень гиперактивный ребенок, который не мог сидеть дома. Мы все время рассказываем эту историю. Больше двух часов Яша дома находиться не мог. Нам постоянно нужно было выходить, выходить, выходить. И нету таких выходных, чтобы мы просидели весь день дома. Не бывает такого. Вот сейчас в изоляции нам, например, было очень тяжело, да, потому что нам все равно нужно было выходить. Мы получили специальное разрешение и выходили. Да, и наш канал в Ютьюбе, мы показываем свои походы, рассказываем о них. И Яшка как раз их очень любит. Я вот сейчас наблюдаю, что Яша очень смотрит. Он самый главный наш поклонник. Мне кажется, он там… Больше всего просмотров – это Яша. То есть он смотрит, он… Я понимаю так, что он еще со мной общается. То есть он иногда показывает мне какой-то ролик, я понимаю, что он хочет поехать туда еще раз, например, да, таким образом. Насчет книги я не сильно заостряю внимание Яши. Скорее вот Даша, его сестра, знает, что написана книга про ее брата. И поэтому мы начали… Я начала писать вторую книгу, которая рассказывает… Мы пишем с авторствами вместе с сестрой Яшей, да, мы пишем о том детским языком, об аутизме мы пишем. Это тоже довольно интересный момент. Ну вот вы публикуете достаточно большое количество статей в русскоязычной и в велитоязычной прессе. И опять же книга, и канал в Ютьюбе. Я уверен, что есть какой-то фидбэк от тех людей, которые сталкиваются вот с такими же историями, но живут, например, опять же, за границей. Что они спрашивают? Как они воспринимают все это? Ну, как правило, поскольку я пишу очень много бытовых историй, как правило, пишут, а у нас так, а у нас так. И я понимаю, что вот то, что я пишу, заставляет людей рассказывать. Рассказывать о том, что происходит у них. Показывать, что мы есть, да, что есть такая проблема, что не замалчивать проблемы, проблемы семьи, тяжесть, которая связана с принятием диагноза. То есть я очень рада, что люди ставят на меня ссылки и начинают сами рассказывать свои истории, да, потому что это очень большая терапия рассказать историю и рассказать о том, что на самом деле происходит. У меня редко бывают какие-то негативные отзывы, но они тоже бывают. Я понимаю, что когда ты выходишь на широкое пространство, я понимаю, что негативные отзывы хочешь не хочешь будут, и люди начинают учить, рассказывать, а надо вот так сделать, а надо так. Я готова к этому. Но в принципе, моя задача и задача этой книги, чтобы человек, который совсем ничего не знает об аутизме, он, может быть, немножко задумался, может быть, стал более терпимый. Если он видит ребенка на улице, у которого происходит истерика, он понимал бы, что делать. Может быть, не осуждал бы родителей, не рассказывал им, как нужно воспитывать их ребенка. Но в Израиле, мне кажется, к этим детям относятся совершенно волшебным образом. В принципе, да. Но все равно есть, все равно иногда встречаются случаи. Вот я помню, как Яша бежал, еще маленький он был, он бежал к какому-то там мороженому, и около мороженого сплояла русская женщина в платье. Он наступил сразу на две ноги этой женщины. Вот просто бум. Ну, женщина мне потом минут 15 рассказывала, как нужно воспитывать детей. То есть все равно встречается, встречается. Но в принципе, Израиль, конечно, очень лоялен к особенным детям. Мы знаем, что такое аутизм, мы знаем, что такое дети с аутизмом. Мы знаем, что такое дети с особыми потребностями. Мы всегда помогаем. Да. Этого не отнять. Последний вопрос. Когда планируется презентация, когда мы увидим эту книгу физически? Ну, я очень надеюсь. Понимаете, сейчас она выходит в Москве, да, в конце ноября. Я очень надеюсь, что мне удастся полететь в Москву в конце ноября, чтобы взять эту книгу. Но, в принципе, видимо, в декабре она будет здесь, и будет какая-то презентация, да. Мария, спасибо за участие в программе. Я еще раз вас поздравляю. Ждем выхода книги. Я уверен, что это важная книга, которая поможет очень многим, не только в Израиле, но и во всем мире. Спасибо еще раз, Шава Атов. До встречи. Спасибо. Это все на сегодня. О том, как мы проживем следующие семь дней, мы расскажем вам в нашей следующей программе «Израиль за неделю» на канале RTVI. Шава Атов. Хорошей всем недели. Удачи нам всем. Здоровья и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова